всем добрый вечер давайте проверим немножко звук изображение идет звук идет напишите пожалуйста плюсы если звук идет отлично меня зовут владимир давайте с вами познакомимся мне 35 лет по образованию я вообще никакого отношения к эти сфере не имею по первому разованию я бухгалтер второму это менеджмент и вот как-то решил поменять свою жизнь прошел обучение в академии закончил ее и сейчас работу в яндекс драйв тестировщиком сейчас у меня уровень middle есть градация то есть начальный уровень джуниор средний уровень middle и максимальный уровень это сеньор работаю на проекте яндекс драйв это каршеринг это мобильное приложение каршеринга в нашем автопарке более 20 тысяч автомобилей что делает его крупнейшим в мире давайте с вами теперь познакомимся то есть напишите пожалуйста в чат например из каких вы городов ян приз воронежа напишите пожалуйста чтобы я хотя понимал географию откуда люди напишите пожалуйста свои города в чат я посмотрю почитаю так смотрим смотрим люди пишут москва москва челябинск воронеж воронеж нижний новгород воронеж геленджик тула владимир москва казань чебоксары отлично география обширная я вам представился сказал какое у меня образование напишите пожалуйста также кем вы на данный момент работаете может быть также бухгалтером как и я работали менеджмент либо же из каких-то других профессий я не думаю что все айтишники чтобы я хотя понимал каких профессий откуда вы екатеринбург ростов сочи верстка отлично продавец консультант инженер гибдд если среди вас есть школьники можете прям так и написать то что вы школьник я очень хорошо отношусь школьником то есть вы сюда пришли осознанно то есть хотите узнать побольше про эту профессию вы задумались о своем будущем это очень хорошо инженер по ремонту арктехники так школьница школьники есть это отлично c-sharp программист инженер главбух отлично то есть направление обширный переводчик переводчик это отлично давайте с вами немножко поговорим про тестирование я так полагаю что если вы пришли на этот вебинар то вы уже что-либо знаете где-то читали где-то слышали про тестирование хотя бы в общих чертах что это такое сегодня хотел провести такой вебинар то есть я бы вам показал примерно что делает джуниор тестировщик на своей работе на своей должности то есть на примере тестирование веб-сайта то есть мы с вами возьмем форму сайта и я вам покажу как это проверяется как определить дефект это баг либо же это фича им расскажу что такое баг и фича мы сами все это посмотрим на практике что вообще такое тестирование во всем что нас окружает есть ожидаемый фактический результат на примере этого как назвать ролл шавуха шаверма у нас есть картинка у нас есть картинка с изображением как должно быть и мы видим в реальности то есть как оно есть на самом деле то есть в данном случае мы можем со стопроцентной уверенности сказать то что на картинке у нас изображен ожидаемый результат это наша так сказать тестовая наша документация где записано как должно быть и в реальности мы видим что отличается от нашей документации то есть мы обнаружили сами дефект и так во всем что нас окружает идем в магазин например за яйцами мы открываем коробку наше ожидание то что яйца все в коробке целые то есть нет треснувших или не дай бог еще там разбитых яиц проверяем всю коробку если мы не обнаружили дефект значит все и все яйца коробки целые мы берем мы довольны если же нет мы сами обнаружили дефект в коробке с в тестирование все то же самое берем на примере это форма регистрации mail.ru у нас есть ожидаемый результат у нас есть фактический результат ожидаемый результат я вам показал форму как она все это выглядит это слева то есть мы с вами видим как должно быть и фактический результат как но есть на самом деле то есть в данном случае мы с вами будем сейчас находить отличие попробуйте найти отличие ожидаемого от фактического результата на примере этой формы напишите пожалуйста в чат какие отличия вы здесь видите сколько вы их нашли в чем именно не заключаются может быть грамматические ошибки вы найдете может быть того что должно быть но его нету фактически то есть повторюсь слева ожидаемый результат как оно должно быть справа фактически как она есть сейчас это если бы мы получили тестирование сайта вы бы увидели то что вот такая форма регистрации есть на данный момент и вам нужно найти gmail правильно отсутствует кнопка gmail правильно еще что видите какие отличия работа тестировщика это тест на внимательность это каждый день тест на внимательность четыре отличия так синяя кнопка разница в длине правильно способ и правильно вкладка запомнить с разной стороны да правильно с этой кнопкой запомнить что то там еще есть за место за да только в данном случае мы сами видим что фактически две буквы за и а они заглавные а в ожидаем результате они должны быть все в нижнем регистре вы абсолютно правы вы нашли дефекты но как теперь определить это баг или это фича уже не все отличия между ожидаемый фактическим результатом это не всегда дефект давайте вообще вернемся к понятию что вообще такое баг и фича потому что работа тестировщика это можно сравнить как работа следователя то есть мы обнаружили неисправность мы обнаружили дефект мы нашли отличие вот так можно назвать мы нашли с вами отличие и теперь мы сами должны точно выяснить это баг или же это что-то другое и мы начинаем свое расследование баг или фича цитата великих разработчиков это не баг это фича баг это ошибка это дефект почему же это называется баг 9 сентября в сорок пятого года в гарвардском университете стоял компьютер марк 2 огромный такой компьютер дорогой на свое время самый современный он делал колоссальные вычисления и был вообще молодец но он работал неправильно он выдавал вычисления с ошибками он не работал так как должен и разумеется начали искать в чем неисправность в чем вообще ошибка провели полностью анализ его разобрали там до винтиков и начали искать в чем же там не такая неисправность нашли нашли написали вот такой отчет это исторический документ прикрепили причину неисправленности скотчем это была моль это было моль она застряла между контактами вызвала короткое замыкание и к этому привела неисправность работы всего этого компьютера огромного и с тех пор кстати 9 сентября с тех пор стал день тестировщика международный день и также с тех пор неисправности начали называться багами в переводе жук а что же такое фича на картинке можем увидеть что баг это как раз таки неисправность в трубе бьет фонтан фича фича это переводится как это уникальность это особенность особенность можем вот так перед дословно перевести это не баг это какое-либо нововведение незадокументированное например например а есть у нас кнопка добавить корзину кнопка добавить корзину она есть на всех сайтах мы все знаем как это работает мы выбираем какой-либо товар появляется кнопка добавить корзину мы нажимаем и товар ушел в корзину в корзине появилась там не знаю один если мы зайдем в корзину мы увидим что наш товар выбраны он в корзине но наше руководство посовещавшись решила а давайте мы сделаем возможность быстрой покупки человек нажимает кнопку добавить в корзину его сразу же отправляет в корзину чтобы он совершил покупку мы думаем что должно работать по первому сценарию что мы нажимаем добавь в корзину товар улетел в корзину и мы продолжаем выбирать товар но в данном случае у нас есть такая фича как мгновенный переход в корзину это называется фича мы привыкли что должно быть по одному сценарию но у нас особенность нашего сайта в том что будем переходить сразу это есть фича вы не сможете работая на проекте знать всех особенности своего проекта поэтому напомню что работа тестировщика это как работа дознавателя обнаружив какой-либо дефект по нашему мнению мы идем общаться с командой это работа тестировщика это взаимодействие с командой мы идем к разработчику мы идем к дизайнеру мы идем к тем лиду руководителю группы и мы спрашиваем так ли должно работать или не так мы как тестировщики мы не будем присутствовать на всех совещаниях мы не будем знать всего в идеале в идеале на всех проектах должна быть документация где будет прописано дословно все это будет прописано дословно при нажатии какой кнопки будет как ввести какой результат ссылки на какие они должны будут ввести с с кодом все это должно быть прописано документации но по факту по факту документация есть далеко не на всех проектах вот я вам описал например свой проект где работаю каршеринг мобильное приложение где ежедневно происходит брони десятков тысяч автомобилей крупнейший на планете каршеринг но на нашем проекте нет документации так что повторюсь в идеале чтобы документация была но к сожалению это не всегда так и вот мы с вами отправились к нашей команде и мы выяснили что в первом случае отсутствует кнопка gmail отсутствие кнопка gmail потому что ее решили убрать на совещании было принято решение что давай-ка мы ее уберем хорошо и мы не заводим баг report документ документ мы не заводим о том что это дефект мы сами выяснили что это не баг во втором случае длинная кнопка длинное название кнопки добавили для входа ваш электронный ящик было принято решение о том что мы добавим это текст в кнопку но при добавлении этой кнопки обратите внимание что в ожидаемом результате есть также стрелочка после ввести пароль есть стрелочка фактическом результате при добавлении дополнительного текста у нас пропадает эта стрелочка как вы думаете по какой причине это случилось и как в данном случае можно исправить этот дефект напишите пожалуйста по какой причине и куда делась данная стрелочка и как можно это исправить любые ваши предположения работа тестировщика это импровизация импровизация напишите любые ваши теории у вас перед глазами ожидаемый результат фактически стрелочка была стрелочка пропала не влазит по размерам все верно стрелочка пропала потому что слишком большой текст стрелочка она спряталась за текстурой кнопки абсолютно верно и для того чтобы она появилась обратно нужно уменьшить размер текста дальше смотрим за помнить точно также поле запомнить она слезла она слезла вниз по причине того что кнопка стала большего размера поэтому они теперь на разных уровнях заглавные две буквы вот это уже не фича вот это уже стопроцентный дефект так что по любые грамматические ошибки любые заглавные буквы где они должны быть какие-либо символы там двоеточие троеточие точки с запятыми есть там где они быть не должны запомните это дефекты способы грамматические ошибки категорически не допускаются на веб ресурсах возможно вы слышали что-нибудь про seo оптимизацию сайтов что это такое это когда вы в поисковике вбиваете информацию например найти садовую лопату и вам выдают поисковик набор сайтов где можно приобрести садовый инвентарь садовые лопаты по какому принципу выдает поисковик как раз таки путем именно seo оптимизации сайтов это происходит так что есть робот в поисковиках периодически он заходит на все сайты по списку по порядку он периодически туда заходит и проверяет по списку соответствует ли сайт стандартам в том числе если на сайте есть грамматические ошибки это огромный минус этому сайту то есть робот не будет выдвигать его в топ выдачи если на сайте есть грамматические ошибки это один из видов проверки то есть если вы обнаружили на вашем сайте грамматические ошибки я вам их очень рекомендую быстренько исправить либо же предупредить команду разработки о том что нужно поставить сайт так сказать в стоп-лист чтобы робот сюда не заходил лишний раз не проверял и не браковал ваш сайт поэтому запомните грамматические ошибки это очень серьезно их нужно исправлять форма регистрации как видите то есть форме регистрации может быть разные виды полей ввода имя фамилия то есть в эти поля ввода вводятся буквы имя может состоять только из букв нельзя вести нельзя написать паспорте имя состоящее скажем из знака вопроса решетки собачки и так далее одно время это можно было делать и люди извращались там называли своих детей людовик 14 или как там еще там король вселенной номер один но потом это запретили насколько я знаю самое большое имя человека пом состоит 1400 почти полторы тысячи символов знаков букв фамилия по моему по моему 500 или 700 то есть исходя из этих данных мы с вами знаем примерный так сказать объем на что мы должны проверять какие бы вы еще проверки придумали в эти поля имя и фамилия то есть мы с вами выяснили что сюда нельзя то есть не должно быть возможности сюда вводить символы сюда не должно быть возможности вводить цифры какие бы вы еще проверки придумали как бы вы чтобы вы попробовали сюда еще ввести в поля имя и фамилия напишите пожалуйста повторюсь работа тестировщика это импровизация это творческий подход любые скрипты человек уже немножко знает молодец какие бы еще проверки вы сюда придумали с большой буквы соблюдение регистра первая буква за главным остальные маленькие так не ставить цифры пробелы граничные значения о человек знает молодец пробелы кличку фильтр мата отрицательное значение цифры но отрицательное значение мы как бы уже сами проговорили о том что вообще не должно быть возможности ввода сюда цифр по правилам как бы если пишется видите имя то имеется и фамилия имеется ввиду что человек напишется в реальное имя они никнейм не прозвище цифры спец символы смайлики пробелы капсы транслит отлично у вас работает фантазия это импровизация это очень хорошо так путь до файла интересно иностранный язык все верно то есть сюда и также кстати могу сказать о том что бывают позитивные и негативные проверки в первую очередь мы сами можем проверить позитивный сценарий то есть мы введем валидное валидное правильное имя например владимир и фамилию тенисенко то есть чтобы мы проверили что система принимает валидные значения правильные значения и дальше мы уже начинаем проверять именно нехорошие проверки так сказать негативные негативные как раз таки мы будем пробовать во первых оставить поля полностью пустыми пустая кнопка да правильно пустая кнопка именно пустые поля мы ничего не вводим а и посмотрим система примет наше значение или нет душа бывает такое что мы оставляем поля пустые имя но если мы поставим один знак пробела я видел такие формы система это принимает то есть по факту это пустое поле но система думает что один пробел это значит один есть знак символ то есть окей все хорошо все в порядке фамилия то же самое насколько я знаю фамилии могут содержать символы по моему знаки тире это конечно не в российских и тем не менее али ибн не там помощь через тире пишутся но и тем не менее там никаких не должно быть любом случае восхитительных знаков вопросительных знаков решеточек этих собачек и так далее то есть мы проверяем это же поле теми же самым проверки ничего не вводим вводим правильные значения хорошую фамилию вводим правильную длинную фамилию с черточками тире и проверяем негативные проверки повторюсь на символы на нулевые значения правильно там кто-то писал не помню програничные значения то есть имя может состоять минимум из одной буквы там не знаю и о наверняка там корейцы есть такими именами фамилиями и максимальное значение имя как я уже говорил полторы тысячи символов то есть понятно что не может быть человека с именем в две-три тысячи символов это абсолютно не нужно зачем мы делаем эти проверки нужны граничные значения чтобы в поле имя нельзя было вставить не знаю там например текст из романа война и мир вполне если нет ограничений то люди догадаются так сделать и отправят нам на сервер огромное имя которое не не понравится нашему серверу он будет возмущаться думать что это такое было какая большая информация этого не нужно допускать поэтому мы делаем такие проверки фамилия тоже самое но не может составить фамилия там из тысячи двух трех тысяч символов и так далее и мы даже будем проверить граничные значения то есть минимум также от одной буквы потому что насколько я знаю у корейцев есть фамилия и знаю такого человека коля и поэтому минимум один символ и до граничных значений которые будут указаны у вас документации повторюсь если у вас нет такой документации вы идете к своему начальству к разработке и спрашиваете какие граничные значения в этом поле работа тестировщика это такая работа где вы не имеете права ничего придумывать от себя вы за что нибудь домысливать вам кажется что должно именно так работать тестировщик основывается всегда на какие-либо факты если нет документации то вы идете именно к начальству чтобы начальство вам написала в комментарии ваши задачки о том что здесь граничные значения такие-то ожидаемый результат должен быть такой-то но повторюсь вы ничего от себя не придумываете идем дальше простите день месяц год здесь уже немножко видите интересное поле ввода то есть здесь можно нажать на стрелочку появляется выпадающее меню и мы выбираем день выбираем месяц выбираем год дату рождения попробуйте придумайте свои проверки какие вы бы сделали проверки на вот эти вот три значения день месяц год как бы вы проверили повторюсь это дата рождения не просто какая-то дата регистрация именно дата рождения двойная фамилия да тоже может быть день месяц год дата рождения какие проверки вы бы сделали вспомните что им говорил что бывают позитивные и негативные проверки отрицательное отрицательное что имеется отрицательная дата рождения не должно быть людей возрастом старше чем у человека у которого самая большая продолжительность жизни до может быть такое такую можно сделать проверку до нашей эры до до сверхбольшие числа пошли высокосный год отлично верхнее и нижнее граничное значение так римские цифры здесь выпадающая меню будет с цифрами то есть уже нужно будет просто мышка выбрать конкретное число количество день и месяц не более двузначных цифр так сначала пустые пустые отлично то есть мы не выбираем не день и месяц год это нулевые значения и попробуем посмотрим то есть система в 31 февраля не существующая дата отлично отличная проверка молодцы не должно быть будущего года все верно невозможно зарегистрировать не должна быть возможности зарегистрировать пользователей с даты рождения скажем с будущим числом 31 декабря 22 года это и дата еще не было то человека даже теоретически еще нет не должно быть будущего года день по количеству дней месяца да все верно не более в феврале не более 29 дней проверка высокосного года это да да есть такие проверки буквы в году но тут такое поле ввода что выпадающее меню будет здесь нельзя вносить данные да вы абсолютно правы то есть молодцы все верно день мы выпадающий меню появляется мы выбираем нужный нам день месяц мы можем проверить на несуществующую дату как вы правильно сказали например поставить 31 день и попробовать выбрать февраль а как система поведет в данный момент изменит ли она день на нулевое значение то есть опять таки высветится слово день выберите что-нибудь другое или же оставит 31 число год все правильно вы сказали и будущее нельзя поставить и слишком большое прошлое не должны быть возможности поставить ну не будет регистрироваться человек электронную почту не знаю которым там 200 лет в лучшем случае он не будет пользоваться электронным ящиком то есть возможность исключить подобного подобных так сказать неисправность и подобных дефектов все верно то здесь повторюсь вы также импровизируете и в работе тестировщика вы будете делать то же самое то есть вы будете накидывать варианты какие проверки вы бы смогли бы сделать то есть это очень интересно очень интересно дальше пол мужской женский здесь мы ставим галочки здесь проверки точно такие же то есть мы в первую очередь мы выбираем нулевое значение то есть мы не ставим галочку ни там ни там примет ли система эти значения нулевые значения или нет или подсветишь это обязательное поле для выберите что-нибудь сможем ли мы поставить одновременно галочки и мужской и женский по сути также должна быть еще проверка если например мы указали мужское имя и это сто процентов идет мужское имя не знаю иван тогда не должно быть возможности например поставить галочку на пол женский хотя не знаю из последних толерантностей может быть всякое имя ящика здесь уже совершенно другое поле ввода нежели мы видели с вами на имя и фамилия имя ящика может состоять из любых знаков которые вам только придут в голову любые цифры символы латинские буквы кириллицу кириллицу нет как раз таки на кириллицу можем завести проверку чтобы не было насколько я знаю есть домен rf вот на домене rf можно создавать электронные ящики именно на кириллице в данном случае мы видим что доменное имя mail.ru здесь не должно быть возможности ввода букв на кириллице все остальное ради бога в данном случае здесь также будут у нас проверки на взаимодействие с базой данных то есть у нас при создании при введении имя имя ящика у нас отправляется запрос на сервер в нашу базу данных с целью проверки существуют уже подобные пользователи с таким именем и либо же нет так что у нас будут проверки не просто на возможность ввода но и на проверку нашей базы данных все то же самое и с выпадающим меню наших доменов если мы выбираем домен bk.ru то есть у нас должен запрос уходить именно на в эту базу данных именно базы данных именно этого доменного имени inbox.ru все то же самое должно уходить запрос именно в эту базу данных чтобы не получилось что мы выбираем лист .ru а запрос у нас уходит на mail.ru чтобы исключить подобные дефекты пароль здесь уже интересно во первых как мы видим здесь есть глазик все вы знаете что такое глазик это видимость пароля когда он активный по умолчанию при вводе каких-либо значений мы видим лишь звездочки когда мы кликаем по глазику мы отключаем эту функцию и мы должны видеть то что мы вводим наши цифры буквы символы и так далее генератор надежного пароля также происходит проверка то есть мы проверяем насколько качество он генерирует то есть у нас есть настройки например то что он должен генерировать скажем пароль из 10 символов где должны быть латинские буквы разный регистр то есть должны быть маленькие буквы большие буквы цифры символы и все это должно входить в 10 штук 10 символов 10 значений и мы каждый раз проверяем нажимаем несколько раз и смотрим действительно ли он генерирует такие сложные хорошие пароли которые принимаются нашей системой номер телефона еще один отличный вариант проверки мы видим с вами выпадающий меню с флагами то есть при выборе какого-либо флага у нас меняется первое значение цифры плюс 7 например от российский флаг выбираем на сразу выпадает плюс 7 какие вы проверки придумали на проверку номера телефона в данном случае напишите пожалуйста у нас есть выпадающие меню с флагами где мы выбираем страны при выборе какой-либо страны у нас отображаются первые цифры телефона как в данном случае повторюсь российский флаг это плюс 7 11 значный номер правильно граничные значения вот приятно работать с людьми которые то есть уже хоть что-то почитали потестировали то есть видно что люди знают что что такое техники то есть дизайна это очень приятно количество номерных знаков после ввода так длина правильно вы все пишите правильно вспомните про позитивные негативные проверки попробовать стереть плюс 7 и написать какую-то дичь все верно код города sms максимальное количество цифр как без 8 или плюс 7 к страны так нет цифры правильно это тоже самое поле ввода куда можно попробовать ввести буквы на латинский кириллицу правильно чтобы сюда можно было ввести только цифры номер не может состоять из символов букв и так далее пробелов коды операторов телефон не должен повторяться ну телефон не должен повторяться насколько я знаю на это ограничение нет то есть на один номер телефона можно зарегистрировать более одного электронного ящика по-моему здесь нет ограничения именно цифры абсолютно верно то есть мы сами здесь проверяем правильно чтобы номерной знак состоял из определенного количества цифр но не может быть в российском номере телефона там 20 цифр и не может быть три цифры ну я не думаю что 112 будет регистрировать на себя электронный ящик так вот нужно делать на это проверки плюс также мы проверяем при смене флага будут ли меняться значения вот этих вот плюс семь плюс восемь и так далее какие там не помню и также повторюсь нулевое значение как уже правильно говорили то есть мы ничего не вводим и посмотрим то есть мы нажмем кнопку создать и мы посмотрим действительно ли будет система возмущаться введите номер телефона нельзя так делать ребята либо же примет скажет что все отлично плюс семь мне этого достаточно это и есть отличный номер все вы зарегистрированы так указать резервную почту это необязательное поле насколько я знаю туда указывается электронный ящик для дополнительной связи если вы забыли например пароль от своей учетной записи от этого ящика на вашу резервную почту они просто пришлют пароль временный пароль для входа вашу учетную запись 10 особых проверок вы никакие не сделаете можно единственно сделать проверку на то что ввести туда адрес и запросить временный пароль чтобы действительно на вашу почту придет на указанную почту придет именно такое вот письмо условия использования это всегда ссылка ссылка на какую-либо страницу где именно прописано условия использования сайтом почтой и так далее то есть данном случае то есть вы здесь проверите то что ссылка просто она открывается других проверок вы здесь не сделаете отличная работа то есть теперь вы поняли что каждое поле нужно делать свои проверки имя фамилия проверяется по одним методом даты рождения то есть работа с датами это совершенно другие проверки то есть когда будете учиться тестированию повторюсь вы узнаете что такое техники тест дизайна то есть сколько возможных вариантов на проверку всего это безумно интересно лично я получал огромное удовольствие от процесса в своем обучении давайте закрепим материал вот у вас есть два окошка сайта найдите пожалуйста мне все дефекты которые вы сможете найти и опишите их пожалуйста в чат прошу прощения да что ж такое все пожалуйста дефекты опишите какие вы найдете дефект мышки опишите пожалуйста все дефекты а самое главное напишите что вы с чем сравниваете пожалуйста это очень важно вот это самый важный вопрос что вы с чем сравниваете вот вы получили две окошко так цвет слова акции да все товары все акции хорошо повторюсь с чем вы что сравнивали где у вас ожидаемо где у вас фактический результат кто из них ожидаемо кто фактически сравниваю левую с правой так все товары и товары да вы нашли дефекты повторюсь что вы с чем сравниваете не вижу багов но бывает и такое вот правильно здесь не указано кто ожидаемый кто фактический результат абсолютно верно повторюсь вы не должны придумывать все от себя вы должны четко понимать свою задачу что вы с чем сравниваете что из них ожидаемый что из них фактический результат чтобы вы точно могли определить дефект это или нет вот следующее то есть вы теперь мы видите что из них ожидаемый результат а что фактический результат то есть в данном случае я поменял их местами вы не должны повторюсь домысливать что то от себя если раньше было что ожидаемый результат был слева теперь он справа вы всегда должны будете знать что может быть по другому вы не домысливайте лучше спросите что нам нужно с чем сравнить в этом заключается повторюсь работа тестировщиков взаимодействие с командой если у вас нет документации где будет написано ожидаемый результат как оно должно быть вы должны обязательно спросить своего руководства у своей команды как оно должно работать на самом деле как оно должно выглядеть бывает такое что у вас просто есть макет дизайнер то есть нарисовал и дает вам ссылочку на свою программку фигма называется и вы уже по его макету вы сверяете что у вас есть например то мобильное приложение то есть открывать мобильное приложение и сверяете с макетом прямо мобильный телефон к экрану прислоняешь и смотришь так оно выглядит или не так если не так тогда уже опять таки обращаетесь к этому дизайнеру и спрашиваете дизайн актуальный дизайн актуальный дизайн актуальный вы тогда понимаете что ожидает результат отличается от фактического и на радость заводите дефект полезные материалы отличная книга по тестированию савина тестирование дотком это настольная книга тестировщика то есть здесь вы прочтете все про теорию это отличная книга которую должен знать каждый как тестирует в google отличная книга написано очень так сказать в интересной манере мне она очень понравилась также сайты хабар протестинг это также сайты по теории тестирования где вы сможете ознакомиться с теорией почитать возможно что-нибудь вы для себя подчеркнете что-нибудь интересное сейчас мы с вами перейдем к блоку вопросов возможно у вас какие-нибудь остались вопросы понравилось вам не понравилось побыть немножко тестировщиком то есть посмотреть как это происходит вот так вот принципе и происходит рабочий день тестировщика джуна мануального тестирования то есть это ручное тестирование на примере формы то есть вы получаете задачу от руководства что нужно проверить форму регистрации на нашем сайте и вы начинаете проверки то есть у вас есть список проверок по каждому блоку вы начинаете проверять выходит какое-нибудь обновление у нас на сайте и нужно проверять эту форму заново потому что бывает такое что внесли изменения какой-нибудь кнопки там не знаю кнопку добавить и полетела что-нибудь с другой стороны это работа с кодом она к сожалению так работает вносит изменения в одном месте и меняется что-то еще дополнительное очень понравилось лично мне действительно вот после работы бухгалтером после бухгалтерии после отделов продаж менеджмента я кайфую работать тестировщиком это просто не передать словами какое удовольствие здесь в этой работе нету каких-то планов продаж нету каких-либо там графиков там не знаю налоговые проверки сейчас придут нужно срочно подготовить документы а еще предприятие берет какие-нибудь кредиты нужно для банка срочно подготовить кредиты там еще там какие-нибудь аудиторские проверки все это надо срочно всем надо срочно 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 нет сколько работаю никогда не было таких напрягов работа души искренне надеюсь что вам понравится эта профессия и вы начнете свое обучение так что еще кроме форм ввода джуниор тестирует джуниор тестирует все что связано с его проектом например вот я вот повторюсь работаю в каршеринге что мы проверяли в каршеринге есть карта на этой карте находятся кружочки так называемые пины пины они называются с машинами выбираешь машину рядом с собой выбираешь тариф форма оплаты и бронируешь автомобиль все то же самое то есть мы проверяем все что связано с нужным вам функционалами вот так вот могу сказать все зависит от проекта где вы будете работать я вам показал на примере формы регистрации mail.ru на других проектах у вас будет что-нибудь другое но по сути то же самое например интернет магазин та же самая будет форма регистрации на сайте она будет попроще гораздо попроще она будет также там будет повторюсь корзина куда вы должны будете добавлять товар редактировать товар удалять из корзины товар также у вас там будет карточки товаров у вас там будет еще не знаю там раздел а нас где будет либо контакты и в этой разделе контакты будет карта возможно где будет возможность построить маршрут от вас до этого магазина и он будет вас вести и вы все это будете проверять то есть в этом нет абсолютно ничего сложного нужно ли уметь программировать нет это не обязательно есть два направления в тестировании это ручное и автоматизированное ручное тестирование подразумевает что вы вот как сейчас будете тестировать все руками то есть открываете сайт открываете форму пытаетесь руками туда вбить допустимые значения и недопустимые значения и проверяете автоматизированное тестирование это написание скриптов так сказать на языках программирования скриптов которые будут выполнять за тестировщика вот эту монотонную работу то есть в скрипте будет написано что в поле ввода ключ такой-то нужно ввести такие-то значения нажать кнопку ok и он это сделает за тестировщика этот скрипт повторюсь вот там для того чтобы написать подобный скрипт нужно знание языков программирования если вы собираетесь работать именно в ручном тестировании то вам не нужно будет знание языков программирования так дальше сколько часов в день надо работать какая оплата сколько часов в день нужно работать ну как везде 8-часовой рабочий день есть будет у вас возможность в зависимости от места где будете работать это будет удаленная работа либо же офис в Яндексе у меня удаленная работа хотя в Воронеже есть два офиса Яндекса то есть у меня есть возможность я могу ходить в офис работать там мне удобнее на удаленке по поводу оплаты вернемся к прошлому сайту вот есть группа QA Jobs в Телеграме это как раз таки группа с вакансиями тестировщиков только тестировщиков то есть можете зайти туда посмотреть на цифры какие они предлагают сколько ежедневно тестировщиков требуется какие они им зарплаты предлагают какие требования они предъявляют все это вы можете увидеть в этой группе смотрим дальше вопросы так классный вебинар спасибо если прочитать эти книги можно устраиваться на работу или можно так понятно вы можете прочитать всю вот эту литературу по тестированию выучить всю терминологию на зубок но вы в первую очередь должны понимать как это работает что это такое лично я я пробовал первое время самостоятельно все это выучить лично у меня не получилось именно после того как я поступил в академию то есть начал обучение в академии то есть мне помогла работа с преподавателем то есть это не просто какие-то записи уроков то есть это действительно был преподаватель который два раза в неделю проводил нам занятия отвечал на наши вопросы приводил примеры помогал то есть лично мне это помогло во всем разобраться и да после обучения я вот грубо говоря закончил в сентябре обучение получил диплом и в октябре 13 октября я вышел на работу именно именно в яндекс так гид часто нужен гид в зависимости от проекта где вы будете работать повторюсь если вы будете работать в автоматизации да если в ручном тестировании то не всегда вы будете работать с гидом какие-либо начальные знания языков все джава нужны нет уникального языка программирования нельзя сказать что нужно учить именно джаву именно си нужно учить все зависит от проекта то есть куда вы устроитесь то есть во время обучения в академии я выучил питон то есть у нас был курс именно по питону языку программирования мне на работе не пригодился но на его основе то есть я пришел на проект яндекса я увидел что здесь пишется приложение на языке дарт возможно вы не слышали такой гугловский язык дарт с фреймворком flutter это такой классный фреймворк позволяющий писать приложение сразу на все платформы то есть я увидел что здесь работают именно с таким языком и я учил с нуля данный язык я выучил за два месяца повторюсь если бы я не знал ни один язык то есть я бы не знал питон мне было бы очень сложно выучить язык дарт возможно даже практически нереально это было бы сделать но так как у меня были знания хотя бы одного языка мне это помогло в дальнейшем обучении и повторюсь ваше дальнейшее развитие будет зависеть только от проекта где вы будете работать если там компания будет работать именно с джавой джаваскриптом то есть вам нужно будет учить вас никто не будет заставлять если у вас самостоятельно будет такое желание развиваться в автоматизации и вам все это будет интересно выучите это вам будет только плюсом так сколько платят я вам уже ответил вон группа qajobs можете зайти посмотреть ценники нужно ли знание баз данных языка sql это приветствуется также на обучение в академии у нас был курс по sql mysql мы изучали мне в работе он не пригодился у нас с базами данных работают совершенно другие люди в более мелких проектах да в банках банковской сфере владение базами данных умение писать запросы базы данных это обязательно да все зависит от проекта где куда вы устроитесь но начальные знания было бы хорошо иметь так с чего началось ваше обучение и освоение профессии отличный вопрос я работал когда-то с другом валера его звали зовут платили нам мало работа нас всегда бесила и вот он как-то решил пойду-ка я в тестировщике учиться я особо не воспринимал всерьез эту профессию тестирования я говорю ну иди иди валер удачи тебе в итоге прошел год он отучился он устроился и уже будучи джуном тестировщика он уже на старте начал получать больше чем я получал главным бухгалтером мне это как бы у меня что-то переклинило а почему вот он смог сколько я не смог ну да год он учился этому да и тем не менее как бы у меня бухгалтерии это потолок ну куда я пойду дальше выше главного бухгалтера в коммерческие финансовые директоры в итоге я нашел себе силы я пошел учиться учился по выходным дням то есть у меня было обучение в субботу и воскресенье мне лично так было удобнее отучился год получил диплом прошел собеседование в яндекс устроился на работу сколько надо работать в день часов и какая оплата так это я уже ответил фидлер так убунту джиро не совсем понял от романа что имеется ввиду постман я так полагаю там кому-то перечисляют так где тестировщик описывает найденные баги все зависит от проекта в общей сложности это называется багтрекинговые системы где описывается вся документация по обнаруженным дефектам потом эти задачи назначаются на отдел разработки разработка их начинает исправлять исправляют отправляют тестировщику на повторное тестирование и так далее и так далее я не стал вас сегодня грузить вот этой документации показывать как она заставляется как описываются дефекты это вы уже впоследствии все это узнаете как это все это делается в общей сложности багтрекинговые системы это называется так сколько нужно учиться по времени это вам администратор Наталья модератор напишет сколько нужно учиться в учебную часть также обратитесь все зависит от курса лично у меня было обучение год можно ли увидеть учебный план какая у вас была зарплата на уровне джуниор ну смотрите я не могу у нас политика нератглашения НДА все таки есть я не могу вам сказать сколько мне платят платили в Яндексе могу вам привести такой пример как только я закончил обучение у меня было два оффера один был в московский кредитный банк на позицию джуниора тестировщика второй был в Яндекс я выбрал Яндекс я не стал идти в банк по своим причинам и тем не менее я могу вам озвучить цифры которые мне там предложили это было пятьдесят тысяч на старте и семьдесят тысяч после испытательного срока испытательный срок был два месяца вот такие цифры мне предложили в московском кредитном банке английский язык нужен если да то какого уровня английский язык да английский язык вам будет нужен если вы собираетесь развиваться в своей профессии если вы собираетесь потому что вы должны четко понимать что работа профессия тестировщика в России появилась сравнительно недавно лет десять назад вся литература какая только есть оно все многоязычное есть частично переведенные но все не будут переводить пока будут переводить то что сейчас имеется то есть выйдет что-то новое потому что что-то придумают всегда что-то новое какие-либо новые методы новые способы новые программки новые скрипты тестировщики все это обмениваются на специальных форумах и разумеется эти форумы англоязычные то есть большая часть IT мира оно англоязычное китайцы индусы европейцы все они говорят на английском языке и разумеется все это пишется на английском языке повторюсь если вы собираетесь развиваться в тестировании становиться медлами с сеньорами работать на зарубежные компании зарубежные компании очень любят перекупать наших специалистов с релокацией разумеется вам нужно будет знание английского языка для начала например для медловской так сказать должности вам будет достаточно знания на интермедиат вот как раз таки Валера друг мой который меня в тестировании вообще привел сейчас он уже с сеньором работает у него уровень апера так нужно ли знать английский сколько по времени обучения это вам скажут учебной части совокупный доход тестировщиков в месяц так вы учились в топ да я в этой академии то есть я прошел годичный курс обучения получил диплом у меня диплом какие минусы в работе что не нравится отличный вопрос что мне не нравится в тестировании со временем со временем вы столкнетесь с такой проблемой как однообразие что ли и вы будете уже общаться с руководством о немножко другом участке например ה дня мне немножко стало скучно через год работы мануальным тестировщиком Wong мне стал немножко скучно работать в ручном тестировании и я начался развиваться в автоматизации то есть я сейчас работаю автоматизатором тестирования то есть и то чесям не нравится queindex это очень большое количество проектов не вопрос Переведешься на другой проект Устал работать в каршеринге Могут тебя перевезти в Яндекс.Такси Устал работать в Яндекс.Такси Тебя переведут в Яндекс.Еду То есть не вопрос Они заинтересованы В развитии своих специалистов Чтобы не терять квалифицированные кадры Идут на подобные кадровые перестановки Лично мне это нравится Повторюсь, что мне не нравится Это именно то, что Через какой-то промежуток времени Становится немножко скучно Но я нажал выход Я ушел в автоматизацию Мне все устраивает Когда начинается обучение в Академии Это вам в учебную часть По записям уроков Выучиться на тестировании трудно Может ли программист стать тестировщиком Вполне может стать тестировщиком Программист А что имеется в виду программистом Это разработчик Если разработчик, то можешь написать На чем именно Это веб-разработка Или мобильное приложение Десктоп Что это хоть Скорее наоборот Тестировщик Стремятся в фронт-энд Ну нет Не всегда, Роман Разработчики Тестировщики стремятся в фронт-энд Бывают единичные случаи Я такие конечно не знаю Но вполне допускаю Что действительно Есть тестировщики Которые хотят работать В разработке Почему выбрали обучение на тестировщика Именно в этой Академии Повторюсь Именно в этой Академии Пошел учиться мой друг Он отлично отучился У него были максимально положительные отзывы И он мне рекомендовал Именно эту Академию Я закончил обучение У меня повторюсь Такие же максимально положительные отзывы К преподавателям вообще никакого Никаких претензий не имею Наоборот Одни похвалы У меня был первый мой преподаватель Здесь по тестированию был Бен Сион Это руководитель отдела тестирования Израильской базы данных Сила Диби Второй у меня был преподаватель Елена Руководитель отдела тестирования С ТОЛАТО Язык программирования У меня преподавала Анастасия Автоматизатор тестирования В Газпроме То есть И Что мне очень понравилось Плюс То что после Прохождения обучения То есть после уже получения диплома Я также поддерживаю связь с этими людьми То есть это Очень полезные связи Лично Я в полном восторге Так Вы согласны с тем Что шансы устроиться на работу Сейчас куда ниже Чем в прошлом году Например В связи с тем Что появилась Куча школ И курсов По тестированию Которые Выпускают Не один десяток Тестировщиков Конкуренция Очень высокая Отличный вопрос Вернемся к моменту Например Когда я Искал себе работу Вот я проходил собеседование В тот же самый Яндекс После прохождения собеседования То есть Я сперва прошел с HR Потом меня отправили На собеседование К Темлиду И Там меня гоняли Полтора часа По всей теории По программированию По базам данных Меня гоняли Только так В полтора часа Я думаю Вот это уровень Вот это требования Тут предъявляют Все время закончилось Говорит А Все время закончилось Ай как жалко Говорит Ну все Жди с тобой HR свяжется там И даст тебе Конечный ответ Говорит Есть какие-нибудь пожелания у тебя Я говорю Есть Хочу фидбэк прямо сейчас Не хочу ждать Ну ладно Говорит То что ты нам подходишь Я поняла Говорит На 10 минуте Нашего собеседования Я говорю А вот это Остальное Что вот это вот было Говорит А мне просто стало Лично интересно Какая у тебя область знаний Я говорю Ну отлично Как Понравился Говорит Да Все отлично В итоге Потом я Спросил Какой был конкурс Сколько было кандидатов Было 87 Кандидатов На это место 87 И Я смог Обойти Всех этих 87 человек За 10 минут То есть Они за полтора часа Собеседования Не смогли Показать Такой уровень знаний Который я смог Показать За 10 минут Лично я Всему и тому Обязан Своим преподавателям Повторюсь Я пытался Выучить Я пытался Во все это Вникнуть Именно Когда Самостоятельно Я Во многое Не въезжал Я в многое Не понимал Именно Работа с преподавателем Для меня Было Отличным Вариантом Отличным Решением Лично Мне это Помогло И дало Свой Положительный Результат Лично Я очень Доволен Так что Конкурс На место Джуниоров Был Есть И будет Вы должны Выделиться Чем-то из Толпы Большинство Людей Пытаются Самостоятельно Все это Освоить У них Не получается Да Они Выучат Немножко Определений Посмотрят Например Запомнят Что такое Техники Тест Дизайн Какие Бывают Виды Тестирования Какие Бывают Методы И так Далее Но они Не будут Понимать Саму Суть Это Очень Хорошо Чувствуется По Прошедшему По Прошедствии Столько Времени Очень Хорошо Чувствуется Когда Человек Понимает О чем Он Говорит Либо Он Просто Это Заучил Поэтому На Собеседованиях Это Точно Так Все Отлично Чувствуется Я Смог Обойти Вот эти 87 Человек Повторюсь За 10 Минут Вам Ничего Не мешает Сделать Точно Так Же Так C sharp Python Разработчик Под Десктоп Под Python C sharp Обалдеть Очень Большая Вероятность Что У вас Отличное Будущее В автоматизации Тестирования Автоматизаторы Получают Гораздо Больше Чем Ручное Тестирование Мануальное Так что Могу Пожелать Лишь Удачи Обалдеть C sharp Python Так Учеба Онлайн Или Очно Так же Это вам Лучше Узнать В учебной Части Лично Я Выбирал Онлайн Обучение По Выходным Дням То есть У меня Было Именно Лично Мне Так Было Удобнее Есть Так же И Офлайн Именно Филиалы Ходить В аудитории Личное Общение С Преподавателем И так Далее Все Это Так же Есть В Академии До Курсов Тестировщика С IT Был Знаком Особо Не был Знаком Максимум Что я работал Это Чуть Чуть Модерировал Был Администратором Сайта То есть Я наполнял Карточки Товаров Редактировал Старый Текст Удалял Уже Несуществующий Товар Добавлял Новый Товар Все Мое Знакомство Было С IT Сферой Все Остальное Я боялся Я боялся Ити В тестирование Потому что У меня были Практически Нулевые Познания Все Доходчиво Объяснили На пальцах В итоге Стал Лучшим Не просто Лучшим В группе Стал лучшим Во всем Потоке Получил диплом Устроился на работу Не бойтесь Ничего Помогает ли вам Ваш Бухгалтерский Опыт В работе Или он Не пригодился Отличный вопрос Если Если бы Я пошел В банк То есть Почему Мне Также Прислали Офер С банком Особский Кредитный Банк Потому что У меня Было Прошлое Бухгалтера Именно Бухгалтера То есть Им Очень Это Нравилось То что Я знаю Вот эту Бухгалтерскую Подопреку И Это было Мне Большим Плюсом Поэтому Повторюсь Все будет Зависеть От проекта Если вы Бухгалтер То вам Будет Устроиться В работу Банка Гораздо Легче Нежели Тем Тестировщикам Которые Не знают Ничего Про бухгалтерию Так Спасибо большое Если Вопросов Больше Нет Модератор Наталья Вам Уже Предоставила Всю Информацию По поводу Учебной Части Есть Еще Какие Ни Вопросы Или Мы Будем Заканчивать Наш Вебинар Если Какие Есть Вопросы Пишите Задавайте Любые Вопросы Даже Какие Нибудь Неудобные Что Вас Интересует В Тестировании В работе Тестировщика Надеюсь Был Вам Урок Данный Вебинар Полезный Бай Бай Спасибо Всем Спасибо Что Нашли Время Что Пришли Послушали Надеюсь Вам Все Понравилось Надеюсь Смог Ответить На Все Ваши Вопросы Надеюсь Вы не будете Себя Так сказать Придумывать Для себя Отговорки О том Что Вот мне Много Лет Мне 35 Я пошел Отучился Со мной Учился Мужичок 52 года Закончил Академию Устроился Работу Тестировщикам Веб-сайта Да Не гигантский Проект И тем не менее Не придумывайте Для себя Отмазки Что Вот Я Ничего Не знаю В этой Сфере Вот Там Есть Более Молодые Более Шустрые Это Все Отговорки Верьте В себя Главное Поверьте В себя И у вас Все Получится Еще раз Спасибо Что Пришли На этом Мы Заканчиваем Наш Вебинар Рад Был Поделиться Этой Все Информации С вами Хорошего Вам Вечера Всем До Сюдания Сюдания